Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим командный чемпионат России. Это финальный матч, где встречается команда Москвы против команды Санкт-Петербурга. На ваших экранах Лев Кацман против Никиты Артеменко. Левов в желтой футболке, а Никита в синей. Сразу стоит отметить то, что Никита по ходу до финала обыгрывает двух левшей. Это и Пайкова Михаила 3-2, и Исмаилова Сади 3-0. Кацман же в свою очередь с левшами не играл, играл с Гусевым, Тутрюмовым. Гусева обыграл 3-2, Тутрюмова 3-1. Мы видим, что в первом же сете Никита выигрывает со счетом 10-7. И ему нужен всего один мяч для того, чтобы повести по сетам 1-0. Но Лева один сетбол отыграл, 10-8. И Лева будет подавать. Это безусловно преимущество. У Левы очень сильная подача. Давайте посмотрим. Видно было на руководке, что написано Гева у Левы. Но как-то странно написано Гева, как будто заклеено. То есть, может быть, Лева использует какое-то другую основание. Кстати говоря, чем играет Лева, можете узнать и на нашем сайте. Конечно, мы брали интервью у Левы, и там Лева об этом рассказывал. Просто я обратил внимание, как интересно написано Гева. Итак, 10-9 подает подачу. Лева не справляется. Никита пытается играть издали. На самом деле, для Никиты это не совсем свойственно, то, что Никита отходит от стола. Я считаю, что поэтому Никита играет очень хорошо по левшам. Потому как его очень сложно сдвинуть, значит, от стола отодвинуть. И он здорово перекрывает всю левую диагональ. Готовится подавать Никита. Счет 10-10. Напомню, счет был 10-7 в пользу Никиты. Но 3 сетбол отыгрывает Лева и зарабатывает теперь сам сетбол по той же самой диагонали. В итоге Никита, значит, решил зайти. Все-таки подумал, что не сможет доиграть слева. Искал перевод по прямой. Но ошибается. Таким вот крючкообразным движением хотел Никита сыграть по прямой. Делал это завершающим таким образом. Но тут скорее посыпался Никита после поражения трех мячей. И сразу не принимает подачу. Лева выиграет пять мячей. Повел в первом сете 1-0. Переносимся с вами на счет 9-8. Во втором сете ведет Лева. То есть он все контролирует. Как будто бы, да, 1-0, 9-8. Играет через центр Никита. Но Лева зарабатывает сетбольное очко. Был готов к этому переводу. Хотя после первого сета мне показалось, что основная тактика была Никита. Он выиграл первые два очка. Играет через центр. Центр, скорее всего, это и была главная установка. Но потом он поменял рисунок игры. И сейчас видим, что Лева повел 1-0, 10-8. Будет подавать Никита. Тоже, да, преимущество подающего, безусловно, на стольном теннисе. Есть тем более. Это левши. Это всегда сложные подачи. Подает Никита. Посмотрим, что будет подавать. Подает обратную подачу налево. Вылетает мяч. Не прокручивает нормальным, хорошим, должным образом Лева этот мяч. Мяч был уже опускающийся. Очень сложно для перекрутки. Нужно было, конечно, играть просто на стол. 10-9. Готовится подавать Никита. Посмотрим, что будет подавать. Мы видели, была обратная подача первая. А сейчас с каким же вращением? Просто маятник через центр вылетающий. Но очень мягко играет. Лева упростил игру. Безусловно, не было к этому никаких обстоятельств, чтобы Лева отходил от стола. Можно было сыграть и поближе к столу. И готовится подавать Леву. Подает подачу Са Бехенда. Домашняя заготовка. Перевод в диагональ. И этого хватает, чтобы заработать очко. То есть Лева воспользовался подачей слева. Очень удобную для Левши. Не опасно принимал Никита этот мяч. И Лева играл потом глубоко на левую сторону. И выигрывает очко. 11-10. Переди Лев Кацман. Готовится подавать Никита Артеменко. Подает в центр. Играет опять через центр. Видимо, это все-таки домашняя заготовка. На нужный счет оставляет игру через центр. Где Лева не ждет этот мяч. 11-11. Лева возвращается к подаче через лево. Подает такую же подачу. И уже Никита принимает через право. Все равно Лева захватывает инициативу. Но посмотрите, это нервы. Безусловно. Хотел Лева сыграть Кассея в этом розыгрыше. Но ошибается. И будет подавать Никита. Готовится подавать подачу. Скорее всего, маятник. Да, маятник через право. И играет по правой диагонали. Никита с Левом. Какое очко. Посмотрите. Это, пожалуй, самое красивое очко в этом матче. Безусловно. Длинный перекрут правой стороны. Очень здорово ребята двигаются. И тут физподготовка Льва Кацмана была лучше Никита Артеменко. Хотя Никита, ну, конечно, в отличной форме сейчас мы в этом видим. Безусловно. Выдерживает отличный перекрут. Долгий розыгрыш с Львом Кацманом. И счет сравнивается 12-12. Постучал мячом Лева. Это своеобразный ритуал на стольном теннисе. Подает чуть верхнюю подачу. Пытался Никита сыграть остро. Что, на самом деле, не было в этом необходимости. Лева уже пятился от стола. И Лев Кацман зарабатывает очередной сет-болл в этом сете. И Никита будет подавать. Подает обратку направо. Ждал этот ход, как будто бы, да, за эту скидку от Льва. Все-таки скидка была по прямой не очень быстрая. И успевает сыграть Артеменко. И на подаче Лев Кацман. 13-13. Очень длительный баланс в этом сете. Лева подает. Маятник. Опять перекрутка по правой диагонали. Не судите строго. Так и есть. По правой диагонали. У Левшей это сам правая открытая сторона. Поэтому диагональ правая. И в этот раз выигрывает уже Никита этот розыгрыш. У него сет-болл. Так, 14-13. И подает Никита. Посмотрим. Обратная подача будет или маятник. Подает обратную направо. И Лева уже в прямую не проходил вариант. Мы это видели. И пытался сказать сыграть через право. Ошибается. Счет 1-1. Мы с вами переносимся в третий сет. При 8-8 подает Никита Артеменко. Напомню, что в первом сете Никита ввел 10-8, но сет отдал. Во втором сете проигрывал 10-8, но выиграл сет. И сейчас 8-8. Подача Никиты. И выигрывает розыгрыш по левой диагонали. 9-8. Оба игрока играют левой рукой. Левши. И, конечно, это очень своеобразная. Свообразная игра левша с левшой встречается не так часто между собой. Хотя мы подчеркнули, что Никита до финала сыграл с двумя левшами. 10-8. Не справляется с обратной подачей. Получилась чуть вылетающая нижняя подача направо. Лева не справляется. Это, конечно, безусловно, технический брак. Но и нервы. 10-8. Обращается Лева к этой подаче слева. К заготовке. Будет подавать коротко направо. Нет, посмотрите налево. И так наложились вращения, что Лева не оценил приходящее вращение. Которое пришло сначала от него к Никите. Потом Никита сыграл здорово по вращению. Выигрывает сет. Три очка подряд. 11-8. На ваших экранах. Четвертый сет. 2-1 и 9-3 ведет Артеменко у Льва Кацмана. Лев сейчас клонокровно играет из центра в правую сторону. И выигрывает мощным топсом. Можно сказать, по диагонали выигрывает это очко. И подает 9-4. Напомню, счет был 2-1. 9-3. Ошибается сейчас. Не оценил приходящее вращение. Пытался таким бананом сыграть по длинному мячу. Это тоже момент такой. Не играйте по длинному мячу скидкой. Как правило, нужно делать топ-спин. И берет таймаут. Тренер Санкт-Петербурга. И сейчас посмотрим, что будет дальше. Никита подает при 9-5. Комфортный счет для него. 2-1. 9-5. Но это нервы. Это финал. И мы видим, что Лева добавляет. Хорошо справа. Безусловно, при таком счете Никита будет играть осторожнее. Это психология. Вы не судите строго Никиту. Это психология. Это настольный теннис. Это командный финал чемпионата России. Где Никита Артеменко ведет 2-1-9-6. И посмотрите, как здорово крутит Никита. Но с запасом и Лева встречает. Также мощный топ-спин. В 2 очка выигрывает Лева. Хороший розыгрыш для повтора. Зацепом играет Никита. Надежно по диагонали. И Лева встречает этот мяч мощным топсом. 9-7. И подача Лева. И уже нет никакого преимущества Никита. Потому что при таком счете подача Лева, безусловно, это выравнивает счет. 9-7. Подает маятник. И тут уже Никита играет не через вращение. Увидел он чуть боковую верхнюю подачу. Играет плоско вперед. Мяч валится у Лева 10-7. Лева подает также маятник. И играет жестко. Очень жестко. Но мы можем отметить, что Лева находит силы в четвертом цвете играть каждый мяч справа жестко. И это им помогает сократить отрыв. Напомню, счет был 9-3. Сейчас счет у нас уже совсем другой. 10-8. И Никита тянет время. Безусловно, ребята ходили и к полотенцу. И размышляли, что делать. И опять завышенная подача. И очень хладнокровно играет. Лев Кацман, как будто, знаете, говорил же у нас Овчаров, что когда ты проигрываешь 10-7-10-6, значит у тебя появляется шанс выиграть. И как раз в философии пользуется Лева 10-9. 2-1-10-9. И что будет подавать Никита в этот ответственный момент? Подает маятник. Вылетает подача. Играет надежно. Дрожащей рукой Никита. И выигрывает очко. О, не хватило вращения Леве для того, чтобы поставить этот мяч. И победа 3-1 Никита над Левой в первом командном матче. Финального матча командного чемпионата России между Санкт-Петербургой и Москвой.